Всем доброго времени суток. Вы все знаете, мне очень нравится жанр кайджу, ну, про огромных монстрюков. Жалко, правда, что на просторе видеоигр такого, ну, не сказать, что прям много, тем более толково. И вот авторы игры Гигалапокалипс, видимо, решили, точнее, попытались это исправить. Замес тут простой, выбираете монстрюка и идете крушить все на своем пути. При этом игра умудряется соединять в себе довольно странные элементы. Ваш монстр движется вперед сам, то есть это автоскроллер, у вас есть ближняя дальняя атака, то есть это битэмап и шмап в одном лице, ну и, само собой, в какой игре нынче нет прокачки, даже если она там нахер не нужна. Тут она, само собой, тоже есть. Вы можете прокачать базовые характеристики вашего монстрюка, вроде брони, здоровья или урона, который он наносит. Можете прибавить ему каких-то дополнительных атак, сменить ему костюмчик, что дает энную способность, или нацепить на него до пяти фамильяров. Каждый оказывает какой-то свой эффект. И, естественно, тоже прокачивается, такое вы как думали. Очки на все это безобразие вы получаете за разрушение, ну или выполнение каких-нибудь заданий в стиле взорви три вертолета. А еще из основного меню можно поухаживать за своим монстрюком, тамагочи стайл. Уровней в игре немного, но они довольно длинные, со своими наборами препятствий и даже боссами. К тому же играбельных монстрюков довольно много, и они реально различаются по геймплею. Давайте разберем на примере стартовых трех. А Рогат, значит, смахивающая на такую растолстевшую Годзиллу, как ни странно, дальник. Она может царапнуть когтями, и каждый ее шаг может спровоцировать волну по земле, если, конечно, вы купите способность. Но главная ее атака – это стрельба лазером из рогов. Азурат преимущественно колдует всякие айсболы и полагается на помощь сфер. Сами по себе они просто стреляют по целям, но по команде могут превратиться в этаких рыцарей для ближнего боя, которые еще и импровизированным щитом вам служат. Думтерра ходит с огромной дубиной и, естественно, является ближником. Но она носит с собой каких-то маленьких человечков, которые сидят у него на плечах и стреляют стрелами. И опять же, это только стартовая тройка. Монстры здесь реально различаются по геймплею и довольно серьезно. Интересно было играть за всех и прокачивать их, чтобы увидеть, на что они способны в полную силу. И вот тут возникает проблема. А именно сами уровни. Точнее боссы в конце. Многие из них просто банально не приспособлены для многих монстряков. То есть, играя, например, за Думтерру, который ближник, смею напомнить, у которого очень сильно ограничена дальняя атака, будет крайне проблематично проходить боссов, в котором, ну, как бы нельзя подходить. Да и в целом, боссы здесь черти как спроектированы. Например, в каждом из них есть мини-игра, которая активируется, когда здоровье босса упадет ниже определенной отметки. Иногда это просто мэш по кнопке, причем такой остервенелый, что даже мой турбопалец быстро заболел. А иногда это какая-то дурь, вроде математического вопроса. А бывают и просто откровенно идиотские подставы. Вот, например, глава мага. Он случайно призывает помощников. И одни из них – это мелкие колдуны, которые выбегают и создают вокруг башки барьер. Если в этот момент атаковать голову, он в ответ выстрелит ваншотным лазером. Вам надо именно что убить колдунов. Но вот проблема. Многие монстряки просто физически не могут по ним нормально попасть, при этом не задев голову. Например, тот же лазер Рогота действует как цепная молния, то есть перекидывается на соседнюю мишень. И да, он может автоматически перекинуться и на голову. При этом еще не забываем про всякие дополнительные способности или фамильяров, которые действуют самостоятельно и атакуют автоматически. Они вам не подчиняются. Другими словами, данный босс – это просто чистейший рандом. И вот такие моменты есть почти в каждом боссе. Когда играешь сами уровни, идешь на таран, крушишь здания, давишь жалких людишек, рвешь на части башни, взрываешь огромных мехов и так далее и тому подобное. Это весело до чертиков. Но как только доходишь до босса, игру хочется прям вот реально выключить. Ведь сами уровни очень даже веселые и изобретательные. Начинается все с банального нашего времени, но потом вас забросит на дикий запад, в эпоху рыцарей, в будущее, само собой, куда же без этого. Другой вопрос, что игра заточена под многократное прохождение этих уровней, и вот это вкупе с местными боссами может порядком так надоесть. Когда вы игру начнете, ваш монстр очень слаб. У него нет способностей, атака слабая, никаких фамильяров и броня минимальная. Тут вступает как раз элемент рогалика. По мере ваших попыток пройти эти самые уровни, вы будете накапливать бабло на апгрейды, и с каждым заходом будете заходить все дальше, и дальше, и дальше. Банально потому, что вы будете становиться все сильнее. Такой подход, безусловно, понравится не всем. И я тоже был от него, не сказать, что в восторге. Но зачастую, опять же, меня бесили скорее именно боссы. Сами уровни было играть весело. Прогрессия у игры странная, и опять упирается зачастую в этих самых пресловутых боссов. Многие из них просто требуют какой-то специфичный подход. А вы, возможно, просто даже не прокачивались в эту сторону. А значит что? Правильно, гринд, он самый родненький. Так что геймплей здесь спорный, хоть и с хорошими идеями. Собственно, именно из-за этого я играл только тремя стартовыми монстрами. Остальных я даже не стал пробовать. Если у вас так баланс всрат даже на стартовых монстрюках, то чё уж дальше-то говорить. Внешне игра выполнена неплохо. Минималистичная, но эффектно. Людишки, к примеру, само собой показаны буквально несколькими движущимися пикселями. Но даже у них детализации достаточной, чтобы различить, кто на тебя скачет. Ковбой или рыцарь. Меню оформлено приятно, и, что самое главное, очень удобно. Пожалуй, единственный серьезный минус оформления это однообразная музыка. Она очень быстро надоедает, и я вам советую что-нибудь свое на задний порт поставить. Метальку, например. Ну и сюжет тут из-за заряда ни о чем. Ну, хотя бы он тут есть, ладно. По итогу я ставлю игре 6 баллов из 10. Идея у игры отличная. Выглядит она неплохо и играется под речком. Но все портят эти пресловутые ядреные боссы. За одних монстров они проходятся на раз-два, за других вам придется откровенно гриндить на очень специфичные дорогие апгрейды, и с многими боссами любая схватка это чистая рулетка. Рекомендовать игру по итогу трудно. Мне, как любителю кайджу, было приятно проходить уровни, даже многократно, ибо прокачка сделана так, что даже минимальный апгрейд может довольно сильно изменить ситуацию. К тому же, вы уже знаете, какие препятствия вас ждут. Опять же, тут боссы всю малину портят. И вот именно из-за этого я игру рекомендовать и не могу. Если так посмотреть, то данная игра является очень сильно развитой концепцией из NES-овской игры про Годзиллу. Если тамошний геймплей вам в свое время понравился, и вам хочется похожего, но побольше, по разнообразней, и по безбашене, то данная игра для вас. В противном случае можете смело пропускать. Ну, а для сегодня у меня все. Пишите комментарии, что думаете об игре, рассказывайте о канале друзьям, и если есть возможность и желание, поддержите канал. Все ссылки на эти в описании. Всем спасибо за внимание и до скорых встреч.